МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Антарктическая драма с непредсказуемым финалом. Невероятная история доктора Рогозова". Порой думал, что нет, это не закончится. И когда он отсек этот аппендикс, понял, что он спасен. Кто и зачем стирает людям память? Загадки севастопольского треугольника. -"Психологическое самоубийство". Он полностью вычеркивает все о себе. Охота на хищника. Как ловили самого опасного преступника современности? Второй рукой свободный этаж достаёт из-под кофты. Начинает вытаскивать адресы. Риск, расчёт и удача прикорпатского Шварценеггера. Для меня этого ничего никто не делал. Это очень, ну, скажем так, серьёзный рекорд. Он достиг своих результатов своим трудом. Россия. Санкт-Петербург. 2012 год. Антарктида. 1961 год. Состояние и здоровье. 12 апреля 1961 года произошло эпохальное событие. Юрий Гагарин покорил космос. Несколько недель эта новость не сходила с первых полос газет во всём мире. В те дни всеобщего ликования мало кто обратил внимание на другую неординарную историю. А ведь события, развернувшиеся 30 апреля 1961 в далёкой Антарктиде, по драматизму и уникальности, ничуть не уступают космической одиссеи Гагарина. Более того, с течением времени полёты в космос стали обыденностью. А вот подвиг врача Леонида Рогозова, совершённый в последний день того памятного месяца, так и остался единственным в своём роде. Обычно вот я, когда рассказываю о Рогозове, здесь, в этом зале, на экскурсии, я привожу вот этот рассказ как пример мужества людей, мужества полярников. В тот день на антарктической научно-исследовательской станции Новолазаревская произошло ЧП. Молодому сотруднику понадобилась неотложная операция. Нужно было вырезать воспалившийся аппендикс. В принципе, с такой задачей справился бы любой опытный врач. Вот только существовала одна проблема. Больной, которого свалил приступ, сам был врачом. Единственным на полторы тысячи километров. Естественно, руководитель станции, начальник, он делал запросы на соседние станции, и советские, и иностранные, с просьбой прислать врача. Но на всех соседних станциях не было самолета, который мог бы привезти врача. И кроме того, что такое апрель, это антарктическая осень, погода очень плохая, и нелетная погода бывает крайне часто. Леонид Рогозов всегда мечтал побывать в Антарктиде. Он прошел жесткий отбор и попал в отряд, который был направлен на Новолазаревскую. Через несколько дней после начала зимовки судьба заставила его пройти самый сложный тест на профпригодность. 29 апреля того же года вот этот молодой врач, которому уже во время зимовки в Антарктиде исполнилось всего только 27 лет, почувствовал недомогание. В течение суток он пытался как-то себя лечить. Там холодом, голодом, полежал, но температура поднималась, симптомы ему показались опасными, ему грозил перитонит. Доктор Рогозов решил, что будет оперировать сам. Ни до, ни после никто не проводил подобной операции. Полтора часа он вырезал себе аппендицит без наркоза. Два участника экспедиции ему помогали. Метеоролог подавал инструменты, а инженер-механик держал зеркальце, так, чтобы Леонид Рогозов мог видеть, что он делает. И, кроме того, направлял свет. Вот эту разрезанную полость он всю не видел. Искал этот воспалившийся аппендикс рукой на ощупь. Отсекал его практически тоже на ощупь. Только после того, как был наложен последний шов, Леонид Рогозов потерял сознание. Очень тяжко ему было, и он порой думал, что нет, это не закончится. И когда, наконец, он отселк этот аппендикс, он понял, что все, он спасен. В Санкт-Петербурге существует музейная экспозиция, посвященная этой удивительной хирургической операции. Здесь собраны уникальные экспонаты, в том числе и инструменты, которые использовал хирург. Кстати, эти инструменты он нам сам передал в музей уже спустя много лет после операции. До сих пор Леонида Рогозова называют самым знаменитым полярником всех времен. Сам себе скальпелем он вырезает аппендикс. А в историю медицины он вошел как выдающийся профессионал и мужественный хирург по прозвищу «Человек без нервов». Севастополь, 2004-2012 годы. Смотритесь в лицо этой женщины. Возможно, кто-то узнает ее. И тогда в этой загадочной истории станет одним вопросом меньше. Я даже не знала, в каком я на городе нахожусь. Я иду в труд, рассказываю, не важно, что эта женщина какая-то чужая. Я и сказала, она мне стало на дороге, что-то плохо. Она говорит, я вас заведу в больницу. Вот, привела. Ее обнаружили на автобусной остановке возле железнодорожного вокзала. Пожилая женщина опрятно выглядела, была прилично одета, четко отвечала на вопросы. Но при этом так и не смогла назвать свое имя и адрес проживания. Смотрю, сколько раз я соберу старчиков, моя правильная фамилия. Я правда не могу назвать опять правильную свою фамилию. Не могу сказать, откуда роду, откуда сама родилась. Извините. Временная амнезия – не такое уж редкое явление. Потеря памяти может быть вызвана психологической или физической травмой. Однако севастопольская история в общую картину не вписывается. Она является продолжением в цепи очень странных совпадений. Женщина, потерявшая память, четвертая жертва непонятной амнезии. Все были одеты после зоны. Аккуратно. У второго пациента были часы и ключи, никто не снял, не ограбил. У меня и вызывало, понимаете, какое-то недоумение. Вот сколько он ходит от момента, когда говорят, что он пропал, и до того, как он попал в больницу. И вот так вот опрятно выглядит. Все началось зимой 2004 года. Первый пострадавший молодой мужчина пришел в себя на вокзале и понял, что не знает, кто он. Когда собака загавкала, получается, как бы вот, как будто вот включили. Чувствовала себя как бы нормально, абсолютно. Только замерз очень сильно, когда дождь был, жуткий ливень. Мужчина провел в больнице почти три недели, а потом за ним приехала мама. Она сообщила, ее сын живет в Ялте. Однажды он просто вышел из дома в ближайший магазин и не вернулся. И передаваем ощущения. Вы понимаете, стоит этот ребенок передо мной. Я узнала, что думать, где и как. И вдруг вот здесь, вот он. Он смотрит в глазок камер на меня и говорит, а вы кто? Амнезия со временем обычно отступает. Медики пробуждают память пациентов наводящими вопросами. Вот только в случае с Сергеем этот прием не сработал. Ну, сначала, ну, долго ничего не вспоминал. Вопросы, ну, разного полного были. То есть, как там маму зовут, как там есть брат, сестра. То есть, тут же, говорю, там, техника увлекается машиной, может, там что-то вспоминаешь. Ну, в общем-то, так вот так вот. Ну, и все. Версий случившегося было несколько. Иногда люди впутываются в криминальные истории, берут деньги в долг, а потом делают вид, что ничего не помнят. Но углубленное обследование показало, Сергей не симулянт. Парень 21 год. Простой парень. Работал на простых работах. Он не мог нажить таких крупных неприятностей, которые бы повлекли за собой состояние тяжелейшего стресса. Вторая версия о воздействии психотропных веществ казалась более правдоподобной. Но анализы показали, следы применения медпрепаратов в крови отсутствуют. Сработали какие-то механизмы, которые повлияли на его память. И память выбросила из себя или заблокировала все, что касается его самого. После выписки Сергей уехал домой. Обживать родной дом и привыкать к собственной семье. Я с ним разговариваю, говорю, Сережа, ты понимаешь, ты же мой сынок, я твоя мама, мы всегда с тобой на ты общались. Я говорю, ты говори мне ты. Хорошо, я подумаю. Еще в течение недели он ее называл на вы. В течение недели он у мамы спрашивал, а действительно ли вы моя мама? Ровно через год на железнодорожных путях возле Севастополя была обнаружена вторая жертва амнезии. Молодой человек с порезами на руках. Порезы слепые были. Его прямо со слепыми порезами привезли в первую больницу и дошли. Психиатры, осматривавшие пациента, всерьез заговорили о мистической версии происшествия. И Сергея, и второго потерпевшего позже выяснилось, что его зовут Вячеслав, нашли в полнолунии. Стрессовые состояния могут вызывать десантилитивную амнезию. Сатанинский обряд может стать стрессом для человека, который участвует в этом обряде. Вячеслав тоже не вспомнил, кто. Парня разыскали знакомые, увидевшие его фото в газете. Оказалось, он исчез в Киеве за месяц до появления на железнодорожной насыпи. Прошло еще два года, и в том же районе, недалеко от Севастопольского вокзала, был найден третий человек со стертой памятью. Третий больник. Все один к одному. Стало плохо на рынке, привезли в первую больницу, полная потеря памяти, и ничего о себе не знали. Вопросов в этой истории масса. Ответов нет. Медики местной психиатрической больницы в шутку прозвали районы железнодорожного вокзала Севастопольским треугольником и выдвинули собственную версию происходящего. У первого, вероятно, у двух других сто процентов были жизненные ситуации, которые вызвали у них тяжелые стрессовые состояния. Вот почему мы и ставим диссоциативное амнезие, амнезия, вызванная стрессом, психологическое самоубийство. Он полностью вычеркивает все о себе. Версий версиями, но внятного доказательного объяснения происходящему пока нет. До сих пор непонятно, кто и зачем лишает людей памяти, и почему их свозят сюда, в Севастополь. Ответы на эти вопросы никто не ищет. Милиция не опрашивала пациентов, а врачи не имеют права проводить разыскные мероприятия. Все, что им остается, ждать, когда наступит очередной вызов с железнодорожного вокзала. Ростовская область. Август-сентябрь 1981 года. Задержать любой ценой. Такую установку в то жаркое лето получил каждый оперативник Союза. Сделать это было непросто. Разыскиваемый отличался патологической жестокостью. Он получил высшую меру за убийство четырех женщин и бежал из-под расстрела. Во время этапирования в Новочеркасск при перегрузке в автозак осужденный бросился под идущий состав, перекатился через рельсы, разорвал наручники и исчез. Мгновенно бросается под поезд, успевает проскочить и уходит на ту сторону. Побег из-под расстрела сам по себе был чрезвычайным происшествием. Но во всесоюзный розыск Анатолия Нагиева объявили не только по этой причине. Беглец собирался убить певицу Аллу Пугачеву. Мне позвонили из Москвы. Кто-то из ваших сотрудников должен приехать в Москву с тем, чтобы помочь нам в оперативном, будем говорить, прикрытие квартир, где он может появиться. И в первую очередь Пугачевой. На Пугачевой преступник зациклился во время первой отсидки. Ее песни постоянно крутили по лагерному радио. Такая одержимая страсть, понимаете, это уже сформировалось под влиянием условий. Тюрьма только от Пугачева, а у него желание насиловать, истязать и убивать женщин. А Алла Пугачева просто случайно сформировавшаяся связь по просто поверхностному внешнему ассоциации. Освободившись, Нагиев приехал в Москву, побывал на концерте Пугачевой и пробрался за кулисы. Он проник за кулисы и с ней разговаривал. Очаровал он ее? Нет. Но она ему пообещала, что вечером она будет дома и, дескать, мы можем встретиться. От фанатов певицы Нагиев узнал ее адрес. Доехал на такси до дома на Тверской-Ямской, вошел в подъезд и направился к лифту. Но его не пустила в квартиру лифтерша. Она сказала, что да, Пугачева была, но она с друзьями уже уехала, ее дома нет. Он выскочил на улицу. Увидев через застекленную дверь, как женщина куда-то звонит, Нагиев скрылся. В ту ночь безумец завершил четыре убийства. Все жертвы были похожи на Пугачеву. Его задержали, когда он пытался сбыть золото, снятое с убитых. Нашли сбытчицу краденого, которая приняла от него какую-то золотую вещь. И таким образом они получили его приметы, а они у него весьма характерные были, и вскоре установили его личность, его нашли. Его приговорили к расстрелу. Учитывая повышенную опасность Нагиева, суд постановил привести приговор в исполнение в кратчайший срок. К месту расстрела его этапировали на поезде. При перегрузке в автозак Нагиев бежал. Его искали в Москве, Подмосковье, Азербайджане и Украине. Везде, где у преступника были связи. Никто и предположить не мог, что он затаился рядом с местом побега. В убежище, оборудованном по всем правилам конспирации. Мы находимся в том месте, где находился стог сена, и лежбище было Нагиева. В стогу находились продукты питания, одежда, был кусочек рубероида, где расчерчен был календарик. День побега и день обнаружения этого лежбища. Ростовская область находилась в осадном положении. Все автомобили досматривались, на вокзалах дежурили усиленные наряды милиции. И тем не менее, 40 дней поисков не дали результата. Операцию решили свернуть. Как вдруг в райотдел милиции позвонил житель хутора Янова и сообщил, что видел в своем дворе незнакомца, вооруженного обрезом. Вот так и так через наш двор вышел человек и, по-моему, похож на того, которого вы ищете. 40 оперативников вошли в Янова с четырех сторон. Они двигались навстречу друг другу, прочесывали дворы, заглядывали в дома, осматривали сарай. Через час группы сошлись в центре хутора. Нагиева никто не видел. Это был провал. Тем временем преступник, переодетый в украденное платье, прятался рядом. В одном из дворов гуляла свадьба. Он попытался затеряться в толпе, но расчет не оправдался. Увидев нескладную цыганку с волосатыми ногами, станичники подняли ее на смех и привлекли внимание оперативников. Единственное, мы подведем ноги волосатые. Кто-то из казаков, ну пьяный, пьяные люди стоят там, Вася, Петя, слушай, что за баба? Говорит, ну волосы как у мужика. И так, ну, это все было громогласно сказано, и он не выдержал, обернулся. Ага, какая же это, а тут-то усы. Ну и понесло. Мы справились где-то примерно около 20 метров от этого места. и начали двигаться вот сюда, к центру перекресток дорог. И примерно вот метров 10-15 от нас было большое дерево. За этим деревом он прятался. Часть лица его была видна. Он смотрел вот в мою сторону. И после этого, после моей команды стой, побежал вот вдоль этой улицы и свернул в ближайший двор. Ефременко побежал за подозреваемым, не заметив, что остальные оперативники отстали. Нагиев забежал во двор, остановился у сарая и повернулся к милиционеру. Он держит нож в руке и говорит, улыбаясь, лицо, несмотря на то, что 41 день был в бегах, лицо было гладко выприте. и он одной рукой держит нож, второй рукой подходи. Ефременко сделал предупредительный выстрел в воздух. Нагиев потянулся за обрезом. Он наклоняется, держится за живот и боком поворачивается ко мне. Вот так, как бы приседает. Имитировать, что якобы он раненый. И второй рукой свободный от ножа он достает из-под кофты и начинает вытаскивать обрез. И я сделал три выстрела. Ефременко выстрелил в Нагиева трижды. Тот не шелохнулся. Физиски он был очень сильный. Это чувствовалось по нему и по фигуре. И то, что пули пробили его руку, он еще длительное время стоял. Убийце не хватило мгновения, чтобы достать обрез. Мы втроем к нему побежали. Он еще чувствовалось, что оказалось сопротивление. Нам пришлось скручивать ему руки. Вот эта пуля 30 с лишним лет назад спасла жизнь Николая Ефременко. Когда я за руку взялся его держать, из руки почти на вылете пуля упала. Как раз упала в мою руку. Я ее машинально положил в карман и так она у меня осталась. Анатолия Нагиева расстреляли через два месяца после поимки. Каждый день до приведения приговора в исполнение он неистово тренировался в камере. Готовился ко второму побегу. Прикарпатия Надвирная 2012 год. Вот это спортланты с которым я тренируюсь и в котором я делал свои первые шаги в спорте. Каждый украинский пацан мечтает стать вторым Андреем Шевченко или третьим Кличко. И только у жителей городка Надвирная в Прикарпатии свой неповторимый кумир. Местный электросварщик Богдан Гольчак. Как Клички для Украины так и наш Богдан для нашего села. Конечно мне приятно когда люди встречают меня говорят хорошие про моего мужа просто жертвы. В мире его знают как лучшего на планете жонглера гирями. 17 бросков с двойным оборотом гири за 24 секунды с завязанными глазами. Но как бы до меня этого еще никто не делал. Но это очень серьезный рекорд. Это и рекорд мира и рекорд книги рекордов Гиннса. Раньше он профессионально занимался бодибилдингом. Но разразившийся экономический кризис поставил крест на спортивной карьере. Я работаю электросварщиком тут у нас на котельне. так как спорт не приносит мне каких-то материальных доходов, я должен работать и обеспечивать семью. А потом у него родилась идея соединить спорт и шоу. Я за 24 секунды сделал 17 бросков гири 32 килограмма с завязанными глазами. Есть национальная гордость за великих спортсменов, конечно, он же тоже вышел на международный уровень. Он достиг своих результатов своим трудом. Конечно, за него мы рады. Не только я, и все. Его ставят в пример. Им гордятся, не подозревая, какой ценой дался успех. Жанглир вагири с завязанными глазами 32 килограмма это очень трудно. В большинстве случаев травмы рук, травмы пальцев, травмы ладоней. Увы, на соревнованиях гиревиков много не заработаешь. Зато после года тренировок ему пришлось ремонтировать квартиру. Гиря, она ведь иногда падает. О том, что будет через несколько лет с руками, Богдан старается не думать. Неудачно может, скажем, приземлиться гиря, то есть на ногу может упасть, но это уже такие нюансы, но в большинстве случаев это руки. посмотреть посмотреть на его руки, он заслуживает уже какой-то действительно хороший наград. Чтобы заработать на своем хобби, нужно постоянно выдумывать что-то новое. Тогда в свою программу пригласят циркачи-гастролеры. В первую очередь я думаю, что я попробую на гимнастическом шпагате этот рекорд, потому что как бы для я думаю, что как для гиревика, на половину гиревика, то есть мне это больше подходит. Ну и потом еще несколько рекордов с завязанными глазами, с джонглированием именно.